Добрый вечер, друзья, приятно, что смотрите. Меня зовут Алексей Гоман, это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Журналист, экс-депутат Российской Госдумы Игорь Яковенко сегодня с нами, друзья. Игорь Александрович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно, Алексей. Друзья, прежде чем начать, по традиции рекомендую всем подписаться на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества, если вы вдруг этого не сделали еще до сих пор. И не прислушивайтесь к моим рекомендациям. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новое интервью. Также полюбопытствуйте YouTube-канал Игоря Яковенко, там тоже интересно. Так что, друзья, добро пожаловать. Игорь Александрович, конечно, начать бы хотел с истории, которая получила сегодня продолжение, истории с ликвидацией российского, как он сам себя называет, называл военкора татарского. Подозреваемую, которая принесла взрывчатку якобы в бюсте статуэтки, отправили на два месяца в СИЗО. Сам взрыв в кафе получил статус теракта на территории Российской Федерации. Это означает, что его оправдание теперь может привести к пожизненному заключению. Только что следствие может посчитать оправданием? Этим вопросом задались, собственно говоря, оппозиционные журналисты, у меня даже в Facebook-ленте. Как вы думаете, есть ли возможность, что, например, теперь людей можно будет подвергнуть уголовному преследованию за какую-нибудь фразу, типа, умер Максим, да и черт с ним? Я думаю, что не только за оправдание вот этого или как-то объяснение. Тут граница между оправданием, объяснением, анализом, она очень зыбкая. И здесь, я думаю, что не только вот в связи с ликвидацией этого подонка, возможно, какие-то репрессии, но и вообще в целом. Потому что то, что произошло, на самом деле, имеет, на мой взгляд, глубокие последствия, серьезные. И самое главное, это выдает мотив и указывает на то, кто это все сделал. Потому что, ну, более или менее очевидно, что это сделали российские спецслужбы. К этому крайне маловероятно, что имеет какое-то отношение Украина. И очень маловероятно, что имеют отношение какие-то российские партизаны, какие-то российские недовольные люди, которые действительно имели полное основание возмущаться тем, что этот подонок говорил и делал. Я не буду... Я думаю, что ваша аудитория прекрасно знает все его слова. По крайней мере, те, благодаря которым он стал известен. Это все эти разговоры, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет так, как мы любим. Вот. Но это действительно уголовник. Человек, который получил 12 лет за ограбление банка, сбежал. Ну, и дальше вот его судьба более-менее известна. Значит, истерика, которую подняли российские медиа в этой связи, и те абсолютно людоедские высказывания, которые они стали допускать, когда говорили, что ну вот теперь все, теперь со всех украинцев кожу живьем будем сдирать. Надо сделать так, чтобы в Украине не осталось ни одного человека, который бы не почувствовал наш гнев, ну вот теперь уже все, теперь уже всем... Вот теперь уже точно всех убьем, всех ограбим и так далее. То есть, это одна сторона вопроса, с другой стороны, это страх, который, очевидно, совершенно почувствовали вот эти вот все люди. Там стоит только одного Красовского процитировать. Это его видео, где он со слезами на глазах говорит о том, что вчера Дарья Дугина, сегодня, значит, Максим, а завтра кто? Наверное, я. То есть, они действительно понимают, что, в общем, война приходит. Война – это такая штука, которая не приходит только в Украину, а если Россия воюет, то она приходит и в Россию тоже. Это вторая сторона вопроса. То есть, это будет, конечно, основание для новых репрессий, для террора. Причем террора в две стороны. Я не знаю, когда, но я думаю, что Путин обязательно вспомнит об этой истории и увяжет ее с какими-то действиями и в адрес Украины, и в адрес, так сказать, того, что они называют пятая колонна в России. И последнее, что в этой связи я хотел бы сказать, это то, что происходит, ну, такая вот окончательная деградация ценностей. Дело в том, что вот этот уголовник, грабитель, убийца и просто подонок, он объявлен святым в России. Вот канонизация его, ну, она произошла не устами, не, так сказать, русской православной церкви пока еще, хотя все еще только начинается, но, по крайней мере, Соловьев уже просто назвал его святым. Мария Захарова призывает приходить поклоняться его, так сказать, пока еще такому импровизированному мемориалу. Вот, ну и вообще разговор о такой канонизации этого персонажа, он, собственно, становится уже тотальным. То есть это святое, это вот то, что в России называется святым. И это действительно такой вот, такой некоторый штрих, потому что действительно в России социальные лифты, они ведут в том числе через уголовные преступления, в первую очередь через уголовные преступления, через тюрьму, через причастность к убийствам, грабежам, изнасилованием и так далее. То есть это социальный лифт, который вот появился, ну, он и раньше существовал, но сейчас он проявился особенно отчетливо. Вот это вот вертикаль мобильности, когда для того, чтобы стать известным, знаменитым в России, надо сначала совершить уголовное преступление, она отчетливо проявилась. Так что вот эта история, она, конечно, не закончилась, она продолжается в разных и в разных, в разных, различным образом проявляется на территории России. Игорь Александрович, я тоже обратил внимание, кстати, на высказывания пособников-оккупантов. Помним, уже мы проходили иконы с террористом Моторолой, которые носили, значит, на крестных ходах на временно оккупированной территории Донецкой области. Вот теперь, да, татарские, высказывания Соловьева. В чем смысл пропаганде российской лепить из уголовника, который, ну, это не секрет, лепить из уголовника святого? Ну, смысл достаточно очевиден. Это смена ориентиров, смена ценностей, потому что действительно сегодня, ну, там, одна из главных заповедей христианства, ну, Россия, скажем так, она не очень христианская страна, но, тем не менее, все-таки декларируется, что в основе, так сказать, того, что иногда называется там культурный код России, лежит все-таки христианство. Вот, это совершенно не значит, что там все верующие, но, тем не менее, декларируется так. Формально считается, что там большая часть населения православная. Хотя там в церковь мало кто ходит, но это не важно. Важно другое. Считается так. Так вот, одна из главных заповедей – не убей. Россия эту заповедь нарушает просто, ну, просто тотально сейчас. И вот важно заменить эту заповедь. Другая заповедь – не укради. Путинский режим основан на коррупции. Значит, это тоже. То есть, на самом деле, задача заключается в том, чтобы заменить, вытеснить вот этот вот культурный код, который формально остается православным, на самом деле является уже, ну, таким сатанинским. То есть, убей и укради, мы всех убьем, всех, кого надо, ограбим, и все будет так, как нам, все будет так, как мы любим. То есть, вот эти слова уголовника и террориста татарского, они становятся, ну, таким своего рода заповедью. И это происходит смена культурного кода. И это будет происходить в ближайшее время, потому что и в школах сейчас будут уроки. Путин наградил этого человека посмертно орденом мужества. Я думаю, что уроки мужества будут на основе этого человека. Ну, и так вот будет постепенно заменяться культурный код России. Значит, убей, укради, и ты попадешь, я не знаю, в царствие небесное или еще куда-то. В общем, короче говоря, вот так. Это важно, потому что сегодня есть же очевидная проблема. Люди совершенно не понимают, за что они воюют. В основном для мобилизации используются деньги. Но надо же еще что-то. И вот это такая вот действительно реальная попытка изменить систему ценностей. Сменить ее на то, что вот... Вы понимаете, у советской власти были социально близкие, это уголовники. Это история 30-х годов, когда советские диссиденты, ну, даже не диссиденты, а просто люди, которые случайно попадали по политическим статьям, они сталкивались с уголовниками в лагере, которые были в привилегированном отношении. Уголовники считались социально близкими. Это был по теории марксизма-ленинизма люмпен пролетариат. То есть, такой союзник пролетариата, на который можно рассчитывать. Ну, а, соответственно, интеллигенция по определению Ленина – это говно нации, а не мозг. Поэтому вот это противостояние, оно было давно. Сейчас уже это не социально близкие, а социально привилегированные люди. То есть, это вот такая ставка на криминал. Она, слушай, погружение с России в то, что называется культура радиошансон, то есть, это криминальная культура, оно, очевидно, происходит довольно стремительными темпами. И тут, в общем, видно, это стала государственной политикой. Вот это вот погружение страны в криминальную субкультуру. Еще на один момент в этой истории хотел бы обратить внимание. В том числе некоторые эксперты обратили тоже свой взор на то, что тот же Пригожин, которому принадлежало это кафе, и по некоторой информации, которая гуляет сейчас в сети, он якобы мог даже присутствовать на этой встрече. Так вот, он почти сразу после этого взрыва заявил, что украинская власть здесь ни при чем, и это, конечно же, напрямую идет в разрез с официальной версией следственных органов оккупантов. И вот Пригожин сразу ему припомнили его слова и о том же, значит, президенте Зеленском, которого он называл уверенным в себе, симпатичным, обаятельным парнем. Теперь вот в разрез следственным органам он заявляет о том, что украинские никакие тут ни спецслужбы, ни официальный Киев здесь ни при чем. Как вы думаете, к чему вот такие поспешные заявления, которые идут в такой разрез с официальной позицией? Дело в том, что помимо того, что называется эффект Кирова или эффект поджога Рейхстага, то, что это убийство стало действиями спецслужб, результатом деятельности российских спецслужб, для того, чтобы создать вот такой вот прецедент, кажется, Белли, вот, и усилить репрессии, помимо этого, это было, безусловно, и тут особенно, это видно, что это было предупреждение Пригожина. Пригожин вошел в очень жесткий клинч, в очень жесткий конфликт с Министерством обороны, с Генеральным штабом, и одним из проводников, одним из спикеров этого конфликта был Владлен Татарский, потому что Владлен Татарский, он непосредственно не был сотрудником одного из медиа Пригожина, но он был, безусловно, таким членом большого Пригожинского пула. То есть он говорил то, что он поддерживал Пригожина во всех отношениях, он также, как Пригожин, очень жестко критиковал Министерство обороны и Генштаб, требовал замены на Шойгу, и вот этот жесткий конфликт с Министерством обороны и с Генштабом у Пригожина сейчас стал вопросом его выживания. То, что спецслужбы, которые явно здесь на стороне официоза, на стороне Генштаба и Министерства обороны, они не могли уничтожить Пригожина, потому что Пригожин по-прежнему является таким лицом, который поддерживает Путин, но Путин держит здесь позицию такого равноудаленную, то есть в отличие, скажем, от Ивана Грозного, который, создав опричнину, явно встал на сторону опричников против земщины, и в отличие, например, от Гитлера, который в конфликте армии и штурмовиков выбрал сторону армии, то есть в данном случае, если говорить языком, языком Ивана Грозного выбрал сторону земщины и поспособствовал уничтожению Рэма, то Путин ни то ни сё. То есть он по масштабу явно уступает и Грозному, и Гитлеру, так сказать, он, безусловно, космический злодей, но маленького масштаба, несмотря на ту роль, которую он сейчас, зловещую роль, которую он играет. Вот в силу такого маленького личностного масштаба он не может решиться, на чью сторону встать. Либо встать на сторону опрични, как это делал Грозный, либо встать на сторону официоза, как официальная армия системы, условной земщины, как это сделал Гитлер. Он, так сказать, постарался отодвинуться от этой проблемы, в какой-то степени приструнил Пригожина, лишил его возможности набирать в ЧВК зэков, но и не явно, так сказать, не пошел на... не дал санкцию на его уничтожение. Поэтому уничтожить Пригожина они пока не могут. Ну, Путин действительно, видимо, думает о том, а как его заменить, потому что Пригожин сейчас командует наиболее боеспособными частями, которые воюют против Украины. И вот заменить, вроде бы, его в этом качестве пока, видимо, неким. Все остальные, там, более 30 ЧВК созданы, но они явно уступают боеспособности вагнеровцам. Поэтому, видимо, была выбрана вот такая форма. Предупреждение Пригожину. Это его кафе, это его человек. Он был убит незадолго до возможного посещения Пригожина этого творческого вечера, этого уголовника. И это предупреждение Пригожину. Понятно, что если бы хотели убить Пригожину, убили бы Пригожина. Вряд ли они промахнулись. Но это предупреждение, это предупреждение, что, в общем, ходи и оглядывайся. В принципе, следующим можешь быть ты. У Пригожина совершенно очевидно сейчас идет борьба за выживание. Он довольно успешно ведет медийную борьбу. Он здесь выигрывает. Он, безусловно, более креативен, чем все они вместе взятые, не говоря уже о таких мычащих и совершенно неспособных к членораздельному речи и спусканию персонажей, как Шойгу и прочие персонажи вот этого ряда. Он умеет говорить. Он неплохо говорит. Именно вот в таком языковом стиле радиошансон. Его слова доходят до адресатов. Он умеет шутить в том самом тюремном юморе, которым он владеет. Он позволяет себе высказывания, идущие кардинальным образом в разрез со всем официозом. То есть, его реверансы в адрес Зеленского, они действительно... Это совершенно какая-то шоковая история. То есть, Зеленский, который в российских медиа иначе как кровавым клоуном никак не именуется, здесь он к нему уважительно, так сказать, и его обращение к Зеленскому, вызов его на какую-то дуэль и так далее, все это идет явно в разрез. Ну и все, что связано с отношением к армии, с противостоянием, это тоже, в общем, вызов. На самом деле, я думаю, что Пригожин сейчас, как и очень многие другие, смотрит уже через плечо Путина в будущее, в постпутинскую эпоху. Они все, на самом деле, в той или иной степени понимают, что война проиграна, что эпоха Путина заканчивается, и что будет дальше, это большой вопрос. И Пригожин думает о том, как он будет выживать, какую роль он будет занимать в постпутинской России. Заканчивая эту тему, хотел просто подвести итог. По вашему мнению, спецслужбы или функционеры Минобороны Российской Федерации могли согласовать этот теракт без ведома Путина, то есть у них есть на это какое-то право, потому что мы часто очень руководствуемся каким-то мнением в анализе ситуации внутри Российской Федерации, что все-таки все решает Владимир Путин, лидер оккупанта. Ну, понимаете, то, что в конечном итоге конечные ключевые решения принимает Путин, для меня это совершенно очевидно. Тут особых сомнений нет. Более того, я считаю, что нет никакого, так сказать, тайного клуба, который стоит за спиной Путина и дергает его за веревушки. Этого ничего нет. Путин действительно сам все решает. Да, он становится, безусловно, жертвой какой-то информационной, своей информационной обслуге, но он сам ее подбирает. То есть нет какого-то закулисного человека или группы людей, которые стоят за его спиной и плетет какие-то козни. Нет, он просто сам подбирает тех людей, которые дают ему эти папочки. И в конечном итоге он сам заказывает тот информационный яд, которым он регулярно отравляется. Так что здесь вот такая история. Что же касается данного конкретного решения, ну, это вопрос. Я не могу ответить точно на вопрос, до какой степени Путин сам лично в ручном режиме управляет всеми процессами. Было ли это согласовано с Путиным? Или просто те организаторы этой ликвидации, вот этого татарского, они просто понимали, что, в принципе, это то, что Путин может не вызвать у Путина возмущения. То есть совершенно очевидно, что ликвидация татарского для Путина это не какая-то неприятность большая. Это вот, ну, как вы сказали, умер Максим. Ну и ладно. То есть Путин явно татарский не относится к числу лиц, которые, по поводу которых Путин даже обратит внимание. Вот Пригожин, да, на ликвидацию Пригожина точно нужна была санкция Путина. Так же, как, кстати, при всем различии, при всем несопоставимости вот этих фигур, так же, как для ликвидации Немцова, например, конечно же, была санкция Путина. Это совершенно очевидно. Рядом с Кремлем, то есть ясно, что на такие вещи согласовываются. И либо Путин являлся инициатором, либо с ним это согласовывалось. Точно так же Пригожин. При всей диаметральной противоположности этих фигур, ну, это вот то, что, ну, сам масштаб этих фигур, они, это фигура противоположного вектора, но такого вот, такой значимости, достаточно большой. Поэтому это, конечно, Путин. А татарский не уверен. Думаю, что скорее нет, чем да. Ну, что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. От уголовника татарского, который открыто поддерживал полномасштабное российское вторжение в Украину, хотелось бы перейти к тем голубым воришкам, которые еще стесняются. Вот в украинском сегменте соцсетей просто взорвало информпространство расследования украинского журналиста Михаила Ткача. Он отправился в Куршевель и встретил там певца Валерия Меладзе. Был одет он в куртке с буквой Z на рукаве. Ткач очень забавно попросил, для тех, кто не видел, рекомендую полюбопытствовать на YouTube-канале Украинской правды. Там, значит, Ткач подходит к Меладзе, просит его сфотографироваться. Меладзе, довольный, становится рядом, готовится позировать, значит. И в этот момент журналист украинский задает ему вопрос, мол, как вы относитесь к войне, которую ведет Россия против Украины? Меладзе начал нервничать, попросил выключить камеру, там начали толкать оператора. Жена, значит, его супруга, Мэкс Виагра Джанабаева, значит, в итоге увела Меладзе в сторону куда-то. И вот хотел с вами поговорить о тех, кто до сих пор так и не может определиться, на чьей он стороне. То есть, вот тот же Меладзе, да, открыто поддержать оккупантов, он стесняется, он не заявляет свою поддержку. При этом, значит, в курточке с буквой «З» ходить, он готов. Даже где-то на концерте, на каком-то в порыве, значит, страсти крикнуть «Слава Украине!» он тоже готов, но при этом там открыто стать на сторону Украины до сих пор не решается. Вот уже, ну, полтора года там, да, близится к... Ну, хорошо, год, год уже идет полномасштабное вторжение российское. Что движет людьми, которые вот до сих пор, публичными людьми, не могут принять ни одну, ни другую сторону? Ведь они не будут, получается, своими ни там, ни там. Вы знаете, я, конечно же, видел вот этот вот ролик Ткача, я его, конечно же, видел, но вот вы меня немножко застали врасплох именно в отношении Меладзе. Я не биограф Меладзе, и я не знаю до конца сейчас его жизненную ситуацию. Поэтому я отвечу не конкретно по Меладзе, а в целом по этой категории людей, которую, ну, вот, я так понимаю, Меладзе символизирует. Еще раз подчеркиваю, вот конкретные жизненные ситуации Меладзе я не знаю. Это важно, это интересно, это было бы хорошо, если бы я знал, но, к сожалению, увы. В целом, вот та группа, большая достаточно группа людей, известных людей в России и в мире тоже, которые представляют собой вот эту серую зону якобы неопределившихся. Я думаю, что в основе этого лежит надежда на то, что все рассосется, надежда на то, что все будет как раньше, все будет там, как при бабушке, дедушке и так далее. Что все это закончится тем, что снова будет вот тот самый мир, где можно поддерживать, быть, как в свое время оговорилось Евгений Арбатс, быть лояльным флагу, лояльным флагу и в то же время быть принятым в мире, где российский флаг снова станет каким-то не вызывающим отторжения, не вызывающим ненависть. Основой этих представлений является жизненная ситуация этих людей, потому что на сегодняшний момент очень многие известные люди зарабатывают через телевизор, то есть нахождение в телевизоре, возможность сдавать концерты в телевизоре и благодаря этому получать популярность и известность, которая в свою очередь конвертируется в концертах, которые составляют основной источник их доходов, то есть если человек пропадает из телевизора, то через некоторое время, когда он приезжает с концертом в Новосибирск, люди не приходят, потому что они не знают, кто это такой. Основой их популярности, основой их финансовой состоятельности является телевизор. и это причина, например, вот чудовищной совершенно позиции Познера, который, ну то, что он сказал, наверняка зрители вашего канала хорошо знают, когда он откровенно выступил с поддержкой этой войны. Причина очень простая. Познер, который появляется на первом канале российского телевидения, это один Познер, Познер, который исчезает из первого канала российского телевидения, это другой Познер. То есть, ну как-то, еще когда я имел возможность общаться с ним, он как-то обмолвился, что его лекция в Соединенных Штатах Америки стоит 12,5 тысяч долларов. Не знаю, так ли это, но во всяком случае она стоит. Но это связано с тем, что Познер находится в эфире, находился и некоторое время продолжал находиться в эфире на первого канала. Познер хочет вернуться в телевизор, потому что это телевизор, для него это источник популярности, источник финансирования, вне зависимости от того, сколько он там получает за свои программы от российского государства, это не важно. Важно, что он получает популярность, известность. Она, в свою очередь, дает возможность конвертировать эту популярность в очень серьезную, ну, скажем, совсем другое качество жизни. Вот примерно так это устроено. Примерно это является причиной. Есть очень небольшое количество людей, которые, во-первых, благодаря устойчивым ценностям, и, во-вторых, благодаря очень высокому уровню действительно известности и популярности, имеют возможность пойти на, избрать другую позицию, другую политику. К этим людям относятся такие люди, как Алла Пугачева, Галкин и другие. То есть, они могут расстаться с российским телевизором. Да, это, безусловно, довольно сильно бьет по их популярности, но, тем не менее, они могут себе это позволить. И, во-первых, в силу того, что они действительно другие, они просто, для них ценности имеют большее значение, но, во-вторых, прямо скажем, масштаб их известности и популярности таков, что она сразу не пропадает, и ее можно поддерживать на каком-то уровне, например, находясь там в Израиле, в каких-то других странах, где они дают концерты, и эти концерты собирают какое-то количество людей. Так что, я думаю, что это разные ситуации. Знаете, есть такой закон социологический, который открыл Пьер Бурде, он назвал его «Закон Жданова». Суть этого закона заключается в том, что в свое время Жданов, как известно, курировал культуру в Сталинском СССР, и он столкнулся с тем, что чем выше культурная капитализация писателя, артиста, композитора, тем в большей степени он способен противостоять власть. И этот закон Жданова Бурде, французский социолог Бурде, вывел на основе анализа французских литераторов, которые, чем выше капитализация, вот именно культурная капитализация литератора, тем в большей степени он способен сопротивляться. Чем ниже, тем в большей степени он скатывается к коллаборации, к сотрудничеству с фашизмом. Это вот такой вот закон, он действует действительно реально. Игорь Александрович, я хотелось бы ваше мнение тогда услышать, как вы думаете после, например, поражения Российской Федерации в этой войне, после возвращения Украины на своих территориях, и даже после смены власти Путина, что будут делать, например, Дюжев, Охлобыстин, рэпер-шаман, те, кто открыто поддержали, участвовали в всех этих шабашах, они переобуются, или их все-таки институт репутации в этом плане в России, по вашему мнению, он работает, их выплюнет медиатусовка, или они просто покаятся, кто-то вообще ничего не скажет, будет просто новые лозунги кричать, и они останутся в медиаполе, как думаете? Вы знаете, это очень интересный, любопытный, очень важный вопрос. Я думаю, что ответ на этот вопрос зависит от того, что будет после поражения России. Я думаю, что наиболее, мы живем в вероятностном мире, я полагаю, что, во-первых, мы не знаем, как будет выглядеть это поражение, то есть, будет ли это просто вообще, когда оно состоится. Да, мы все верим в то, что сейчас весеннее наступление украинской армии, это и будет поражение России, но это, надеяться на это можно и нужно, и верить в это можно и нужно, но тем не менее, не факт, что это произойдет. И понятно, что Россия, конечно, не сможет победить Украину, но вот как, когда Украина победит Россию, это вопрос. И сохранится ли путинский режим после поражения, тоже вопрос. Надеюсь, что нет. И это поражение может привести к смути и к распаду России. И тогда возникает вопрос, а где, в каком месте будет, собственно говоря, происходить вот это вот, вот это, так сказать, существование всех этих людей, в какой из частей распавшейся России. Что касается Института репутации сегодня, то в России его просто нет, просто нет, потому что нет общественного мнения, нет гражданского общества, нет той среды, в которой Институт репутации произрастает, нет почвы для него. Ну, а что касается дальнейшего поведения всех этих людей, то я для себя сделал такой анализ, попытался разложить все группы вот этих вот, вот этих вот, всех, все путинские обслуги информационные на две категории. Вот, одна категория это зомби, это те люди, которые искренне верят в то, что говорят, вот, а другая категория это те, кто переобувается в воздухе мгновенно, это те, кто, так сказать, способен менять свои взгляды и свою оболочку несколько раз на дню. И вот здесь соотношение 9 к 1, это основная масса, это способные переобуваться мгновенно, и они тут же переобуются, и я думаю, что тот же самый Владимир Соловьев, он возглавит, скорее всего, комитет по депутинизации России, он будет клеймить таких, как я, за то, что мы недостаточно боролись с путинским режимом, а он всегда боролся, вот, ну, как-то он найдет слова для того, чтобы это объяснить. Они это делают очень легко, но как это им удастся в этот раз, это вопрос, надеюсь, что нет, надеюсь, что все-таки какая-то память существует, и им это не позволит, хотя вопрос еще раз подчеркиваю, чем закончится война, это главный вопрос, все остальное потом. Друзья, очень любопытно почитать ваше мнение на эту тему, обязательно напишите его в комментариях, может быть, даже разберем в одном из следующих интервью на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона или на YouTube-канале Олеся Бацман, а может быть, захочет разобрать ваши комментарии Игорь Яковенко на своем. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги, но уже осталось немного, слава Богу, на сегодня немного. Игорь Александрович, еще одна тема, которую просто не могу с вами не обсудить, на самом деле их значительно больше, но понимаем, что ограничены мы все во времени. Конечно же, о Соединенных Штатах и о Трампе. Он сегодня одна из фигур, которая одна из топ-фигур сегодняшнего дня, собственно говоря, в Нью-Йорке еще со вчера сильный переполох, полиция в ожидании визита Трампа выстроила целые баррикады для наших зрителей, напомню, по периметру Трамп Тауэр и вокруг уголовного суда Манхэттена, куда сегодня прибыл предыдущий президент Соединенных Штатов Америки, чтобы наконец-то услышать уголовные обвинения, которые раньше даже не были озвучены. В чем конкретно и по каким уголовным статьям его будут подозревать. Как вы считаете, во-первых, два главных вопроса. Первое, то есть остается меньше года, ну или примерно год до выборов Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Америки. Как этот процесс может отобразиться непосредственно на выборах? И самое главное, может ли этот процесс каким-то образом повлиять на уровень поддержки Соединенных Штатов Украины в войне против России? Да, это очень важный вопрос. Я думаю, что это вопрос один из самых важных, потому что, ну давайте точки на дыр оставим. Трамп, это человек, который последнее время уже откровенно заявляет о том, что он готов отдать всю Украину Путину. Просто всю Украину. Значит, там сначала он говорил о том, что в Украине есть области, где говорят на русском языке, поэтому они должны оказаться в составе России. Здесь для Трампа вопросов не существует. Ну а сейчас он уже говорит, что если надо, да господи, да пусть забирает Путин всю Украину и покончим на этом. Кому какое дело. То есть, ну примерно, я еще раз говорю, я не цитирую, это вольный пересказ, но смысл, уверяю вас, именно такое высказывание Трампа. Значит, поэтому, если в ходе выборов 2024 года Трамп приходит к власти, ну скажем, избирается президентом, потому что президент в Соединенных Штатах в Америке, это не вся власть, далеко не вся власть, это очень плохо для Украины, по крайней мере, да, Конгресс консолидирован на поддержку Украины, но мы понимаем прекрасно, сколько много зависит от президента, тем не менее. Поэтому это, ну что-то близкое, не то чтобы к катастрофе, но это будет очень большая проблема. Отсюда, кстати, побочный вывод, это то, что Украине, конечно, очень бы надо заканчивать войну до выборов в Соединенных Штатах в Америке, а цель Путина как раз затянуть эту войну для того, чтобы она в 2024 году повстречалась с выборами в Соединенных Штатах. В этом цель. И выборами в России, наверное, тоже. Ну, выборы в России не имеют никакого значения, потому что выборов в России не существует, в отличие от выборов в Соединенных Штатах в Америке и в Украине. Здесь нет выборов, здесь совершенно не важно, что там будет, как там будет. Ну, Путин победит с результатом 200%, если надо, 1000% нарисует. Это не вопрос. А что касается в Соединенных Штатах Америки, то это действительно имеет значение. Действительно, то, что происходит, это тектонический сдвиг во всей американской системе, потому что это первый президент, с которого возьмут отпечатки пальцев, которого сфотографируют в профиле анфас, и которым будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Это первая в истории Соединенных Штатов Америки вот такая вот проблема. Значит, как это повлияет? Ну, по крайней мере, те люди, которые больше меня понимают в устройстве американской политической системы, уверены в том, что суд не будет завершен до выборов. то есть, условно говоря, надежды на то, что на Трампа наденут кандалы, и он отправится за решетку на какой-то срок, вот, люди, которые понимают, как устроена американская политическая система, уверяют, что этого не произойдет до выборов. После выборов возможно, скорее всего. А вот до выборов, то есть, американский суд не будет вмешиваться в американские выборы. Именно вот таким. То есть, он уже вмешался, на самом деле. Уже вмешался. Но это, что называется, ничего личного, только закон. А вот вмешиваться так, чтобы изъять из этих выборов, ограничить, точнее так, ограничить выбор американцев изъятием из этого выбора довольно важного элемента, американский суд на это не пойдет. Так уверены в этом уверены эксперты. Я думаю, что они правы. Какое воздействие окажет вот этот процесс, безусловно, самый громкий в США и, возможно, в мире на результаты, на ход результаты выборов, я не знаю. Потому что сейчас мы видим на глазах консолидацию республиканцев в поддержку Трампа. И я не исключаю, что реакция вот этого части американского общества, которое по-прежнему поддерживает Трампа, она может усилиться. То есть многие и республиканцы, и американцы, которые поддерживают республиканцев, уверены, что это политический процесс, что это преследование Трампа за его политическую позицию. И это может привести даже неожиданно, еще раз подчеркиваю, это Америка свободная страна, и там процессы общественного мнения, они текут вот именно так, как они должны течь, в том числе и внезапно. Они подвержены эмоциям, эмоция сочувствия, это очень важная, мощная эмоция, которая может сработать. То есть, короче говоря, неожиданно этот процесс может привести к росту популярности Трампа. Надеюсь, что нет. Для Украины гипотетическое участие и победа Трампа в этих выборах, она будет означать очень плохую историю. Если это произойдет после победы Украины, это еще ладно, а если до, это очень плохо. Поэтому сухой остаток. Надо побеждать в этом году. Ну, это опять-таки такое пожелание, которое, я думаю, разделяют все зрители вашего канала. Да, однозначно. Игорь Александрович, напоследок просто не могу не зацитировать. Очень перевозбудился из-за уголовного дела против Трампа и перспектив его ареста. Дмитрий Медведев призвал американцев покончить с диктатурой Вашингтона. И дальше цитирую. Идти в бой против свино-укрофилов Байденов. Я знаю ваши отношения к Дмитрию Медведеву, вы уже высказывали его на ютуб-канале Дмитрия Гордона и в гостях у Гордона. Но все-таки призыв к массовым заворушениям украинскую, к массовым протестам. Какая может быть роль России в этих бунтах и протестах на территории Соединенных Штатов в случае, если Трампа все-таки решат арестовать, например? Я думаю, что все ресурсы информационных и других войск российских будут брошены на защиту Трампа. На то, чтобы... Ну, даже не на защиту Трампа, а для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Все ресурсы, включая всевозможных фабрики троллей Пригожина, всевозможных пранкеров и прочее, будут брошены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Ну, поскольку это не первый, не второй, не десятый раз, я очень надеюсь, что США знают, как с этим бороться. Но то, что Россия... Ну, поскольку я, в отличие от вас и от очень многих зрителей вашего канала, как медиакритик, постоянно смотрю российский телевизор, я знаю, что в российском телевизоре Трамп это фактически святой. Ну, почти такой же, как как татарский. Ну, вот, это главная надежда России. У России сегодня две надежды. Сакральные надежды. Это с одной стороны Трамп, а с другой стороны Си Цзиньпин. И тот, и другой, это вот такие главные фигуры, которые сакрализированы российским телевизором. Так что, конечно, поддержка будет полная. Попытка устроить какую-то заваруху в США по этому поводу будет обязательно предпринята Россия, ну, в силу ее возможностей. Ну, то есть, если подбивать итог, получается, тому же Медведеву не так дорог Трамп, как дорога дестабилизация ситуации внутри Соединенных Штатов, правильно? Конечно, конечно. Какое дело Медведеву до Трампа? Где Медведев, где Трамп? Медведев это, так сказать, Петрушка, который исполняет свою роль, исполняет бездарно в силу мелкости своей личности. Но поставили, что, пляшет, значит, пытается заслужить, так сказать, прощение за свои жуткие слова, когда он сказал в 2000, если не ошибаюсь, в 2011 году, если не ошибаюсь, свобода лучше, чем несвобода. За такие кошмарные слова приходится платить. На этой ноте будем сегодня заканчивать. Игорь Яковенко, журналист, в прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации, сегодня был с нами, друзья, обязательно напишите ваши отзывы о нашей сегодняшней беседе в комментариях, это поможет нам понять ваш интерес. Будем стараться приглашать Игоря Яковенко дальше к нам, обязательно полюбопытствуйте, подпишитесь на его YouTube-канал, там очень любопытно. Также, друзья, если вдруг вы до сих пор этого не сделали, то YouTube-канал и Дмитрий Гордон, и Леся Бацман и в гостях у Гордона тоже ждут, пока вы нажмете кнопку подписаться. Ну и лайки поставьте, не будьте жадинами, это поможет большему количеству людей увидеть наш сегодняшний диалог. Игорь Александрович, спасибо еще раз, что нашли время, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что позвали. Всего доброго. Слава Украине. Героям слава. История дитини, про яку піде мова, без перебільшення моторошна. Уже майже рік у розшуку перебуває Максим Васечкін, який за страшных і трагічних обставин зник у Маріуполі. На очах у цього маленького хлопчика росіяни стріляли у його батьків. Він пережив бомбардування та обстріли, опинився на окупованій території і зараз вважається зниклим безвісти. Коли почалася війна, Максимко з батьками жили у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок прилітали снаряди і навіть бомба. Ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною сиділи в підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, мені розповіла бабуся Максима. Вона зараз у евакуації робить усе можливе, аби знайти свого онука. Дядь за рулем сидів, муж мой. Ззади сиділа я з старшими внуками, і дочка з меншим внуком сиділа. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». Їхали самі, тобто не в спеціальній евакуаційній колоні. І майже одразу їхні авто росіяни дуже сильно обстріляли. І коли я підняла голову, тому що я нагнула себе голову, дітям прийгнула старшим, і дочке попросила, на всякий случай прийгнися, і малому голову прийму. Ну, видно, поздно. Потому що, коли я голову підняла, то я увидела, що муж лежав не... Я не знаю. Я його тільки спину виділа. Ззади на нім лежав. Дочка голову помекла. Малыш не отзывався. А потім я услышала, що менший внук почав хникати у дочці на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові. У мужі серйозні. Раніння теж в області серця. У дітя теж. У мужі її прострілили. Раніння були... ...очень серйозні. Те, що я... У дочки я не видела, тому що... ...она сидела ко мене левой стороною, тому... ...лицо було в крові, але... ...куда попали, я не видела. Ребенку, вроде би, теж воєнний сказав касатель, але куда именно? Тоже ліччика було в крові. А куда именно попало? Я не знаю. Він спочатку був без сознання, а потім почали підхмикювати. Він у нас взагалі не... І ми хоч і три годика, але воно нас не розговарювали мальчиків. На щастя, до розстріляної машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата відвезли до однієї з лікарень Маріуполя у Іллічівському районі. А через кілька годин один з наших військових, який, власне, відвозив маленького Максима до лікарні, знайшов пані Людмилу у бомбосховищі і сказав, що її онук живий. Він підійшов, сказав, що з дитином все добре. На процедуру, що врач з ним проводив, він реагує глядами, все нормально. І теж спросив, він розмовляє у вас? Я говорю, ні, він не розмовляє. Ну да, він почав кричати. І все. Ось це, що відвісно. Спросила за взрослих, він сказав, що взрослих ніхто не був. Як розповіла бабуся Максима, він у свої три рочки взагалі не розмовляє. І сказати, як його звати, чи бодай щось про себе, чи своїх батьків він не може. Тож я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя, якщо, можливо, ви бачите цю програму в інтернеті, адже там українське телебачення не транслюють. Будь ласка, подивіться уважно на фото Максима Васічкіна. Якщо ви знаєте про нього якусь інформацію, чи де він може бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію 116-00. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів.